Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас, я думаю, самый короткий в истории видео урок. Но этой теме можно посвятить отдельный скринкаст, потому что с одной стороны это удивительно просто, с другой удивительно важно, особенно в наше неспокойное время. Речь пойдет о сервисе Wispli, который делает очень простую, но важную вещь. Он шифрует файлы на лету и позволяет вам поделиться ими с кем угодно, при этом получателю не нужно устанавливать какие-то дополнительные программы. Ему нужна только ссылка на файлы, пин-код или пароль. А если сторонний человек перехватит ссылку, без пароля или пин-кода файл открыть он не сможет. Wispli работает в связке с Boxcryptor, программа также очень полезная, ссылка на скринкаст в описании. Но Boxcryptor не обязателен. Итак, закидываем файл, выбираем облачный сервис на котором у вас есть аккаунт, один из трех. Физический файл будет храниться там, но в зашифрованном виде. Файл загружен. К сожалению, вам придется подождать 20 секунд. Программа бесплатная, но все-таки они не прочь заработать, поэтому если не хотите ждать, покупайте платный аккаунт. Здесь, к сожалению, также поменять ничего нельзя. Файл сам уничтожится через 12 часов. Если не устраивает, опять же платный аккаунт. Вот, кстати, цены. Но, в принципе, Wispli не для хранения файлов, а для передачи конфиденциальной информации. Так что 12 часов вполне достаточно. Залили, написали человеку, чтобы сразу скачал и можете самостоятельно удалить файлы на всякий случай. Даже 12 часов ждать не обязательно. Далее уровень секретности. Понятно, что пароль самая защищенная, а вот просто линк, наверное, не надо отправлять. Но мы выберем среднее, пин-код. Копируем ссылку, отправляем ссылку. Лучше использовать секретные чаты, ссылка на скринкаст в описании. И дальше копируем пин-код и отправляем следом. Получатель, соответственно, перейдет по ссылке, его попросят ввести еще и пин-код. Сейчас он у нас в буфере обмена, так что сразу вставим. И вот он наш файл. Мне кажется, что информация действительно крайне секретная. Кому-то этого точно знать не нужно. А у нас на Google диске появляется папка Wispli, в которой хранятся отправленные файлы в виде папок. Здесь, соответственно, их можно удалить. Надо только знать, какую именно удалять, если у вас несколько файлов на отправке. А если кто-то даже скачает эту папку, то получит уже привычную тарабарщину, прочитать которую невозможно. Единственное название файла он все-таки сможет прочитать, так что не вставляйте логин и пароли в название файлов. Обычному человеку редко нужно что-то отправлять в зашифрованном виде. Но все-таки периодически потребность такая возникает, и Wispli, на мой взгляд, идеальное решение для подобных случаев. Все, любите друг друга, живите в мире защищенных файлов. Хотя скорее хотелось бы пожелать жить в мире, в котором защищать их ни от кого не нужно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Пока! Пока!